Ясас, 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 калимейра, калимейра, как быстро, как быстро люди присоединяются к калимейра. А тем, у кого уже за полдень, так скажем, солнышко уже начало свой путь к закату, тем калиспера, ясас, ясас, ясас. Скажите, пожалуйста, слышно ли меня? Хорошо ли вы меня слышите? Хорошо ли вы меня видите? Пожалуйста, скажите мне, напишите, окей, чтобы я тоже понимала. Привет, всем привет, всем большой-большой-большой привет, как здорово, как молодцы, что присоединяетесь, браво, браво, здравствуйте, здравствуйте всем. Ясас, 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 ясас. Еще раз, пожалуйста, я прошу сказать, слышно ли меня? У нас это стало уже доброй традицией здесь на гостеприимном аккаунте Музине Дис Тревел собираться по субботам ровно в 11 по греческому времени, чтобы заниматься греческим языком, это здорово. Ой, это очень здорово, браво, все хорошо слышно, браво, спасибо, спасибо, что за обратную связь, теперь я уверена, можно продолжать дальше. Здорово, 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 классно. Как прошла ваша неделя? Как у вас дела? Смотрите, здесь сегодня в Салониках такое солнышко, прям вообще ветерочек такой легкий дует, и все как будто говорит, что все будет хорошо, природа говорит, все будет хорошо. О, ла, кала, нам говорит сегодня природа в Салониках, здорово, здорово. Ой, сколько вас уже много, молодцы, собирайтесь, 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 будем начинать. Пел ли для вас Янис Парьёс песенку, которую мы начали разбирать на прошлом эфире? Пели ли вы с ним эту песенку? Помните? Калимейра Тиканис, мы разбирали песенку. Напишите, пожалуйста, пели ли вы, пел ли для вас Янис Парьёс эту песню. Здорово, здорово, молодцы. Привет, привет, всем привет. Я вам предлагаю поздороваться еще раз по-гречески. На этот раз я сейчас включу наши карточки, чтобы можно было одновременно и читать эти приветствия, и вспоминать их, повторять, так скажем, пройденный материал. Окей, и все, тем тем, кто сейчас присоединяется, еще раз, здравствуйте, Калимейра, где наши карточки? Давайте-ка посмотрим, карточки, карточки. Калимейра, 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 вот она, Калимейра, Калимейра карточка. Калимейра, доброе утро, добрый день, Калимейра тем, кто только что присоединился. А если кто-то у нас есть из таких городов, где уже позже, чем 12 дня, да, временно, разные часовые пояса у нас, в этом и прелесть интернета, что мы можем подключаться отовсюду и разговаривать со всеми. И вот если у кого-то уже позже, чем 12 часов, и солнышко уже так движется к закату, то уже калиспера, калиспера. Помните, да, что эспера это вторая половина дня, после 12, а вот кто-то пишет калиспера, значит у вас уже больше, чем 12. Калиспера, да, эспера это вторая половина дня, начинается от 12 дня и заканчивается наступлением полной темноты, поэтому у кого-то уже калиспера, да, привет, привет. Ну и конечно же я хочу пожелать вам всем здоровья, здоровья, конкретно каждому из вас, если я хочу сказать, будь здоров, здравствуй, я скажу ясу, ясу от слова здоровья, и я, кстати, когда мы тост поднимаем и говорим ямас, это то же самое, мы желаем друг другу здоровья, здоровья нам, ямас мы говорим. А теперь, когда я с вами здороваюсь, я говорю ясу, здоровья вам, ясу, и янахи, это ясу, да, вот так мы здороваемся по-гречески, универсально, ну я знаю, что вы давно знаете это, привет, тем не менее повторение мать учения, правда? Итак, давайте вспомним, да, что мы пели с вами песенку Япань Яниса Парьеса, чем еще мы с вами занимались на прошлом эфире? Давайте вместе вспоминать, давайте вы будете писать каждый, что помнит, что же мы из-за недели на прошлом эфире еще, да, давайте, я тоже буду вспоминать, тоже буду вместе с вами вспоминать, Я помню, что мы повторили с вами буковку ИТУ, ИТА, и еще раз убедились на прошлом эфире, что она передает нам звук ИИ, на прошлом эфире мы этим занимались, да, Калимера Козмея кто-то пишет, Ирина, да, добрый день, добрый день, мир, Калимера, Калимера, а еще мы с вами узнали буковку ЙОТА, вот такую тонюсенькую буковку ЙОТА, и она тоже произносится как ИИ, об этом мы тоже с вами говорили, вот, ТРЕХО изучали, кто-то пишет, о, здорово, здорово, браво, ТРЕХО, ТРЕХО, да, еще мы с вами вот такое буквосочетание посмотрели, Эй, ПСИЛОН, ЙОТА, и узнали, что это буквосочетание тоже читается как буква И, и это мы с вами тоже делали на прошлом эфире, да, ДИГРАФы, которые передают звук ИИ, молодец, Диана, браво, 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 и еще вот этот ДИГРАФ, ИИ, да, ИТА, ЭПСИЛОН, ЙОТА, и передает ИИ нам звук, он у нас прям таки, скажем, господствует, хозяйничает в глаголах-связках, ЭСИ ИИСЕ, ты есть, ИИСЕ, пишется через ЭПСИЛОН, ЙОТА, да, смотрите, ЭГО ИИМЕ, я есть, ИИМЕ, ИИМЕ тоже пишется через ЭПСИЛОН, ЙОТА, посмотрите, как здорово, да, вот это вот, вот это буквосочетание, именно это и пишется в глаголах-связках, да, вот дальше, а дальше мы с вами, кто-то уже писал, но я еще раз, да, напомню, дальше мы с вами посмотрели, как мы можем запоминать иностранные слова, призывая на помощь своей ассоциации, и мы с помощью ассоциации, выстроенной на связи с песню, да, энергичного и яркого Валерия Леонтьева, да, с песней Светофор, мы с вами запомнили одно греческое слово, какое греческое слово мы на прошлом эфире с вами запомнили, кто напишет, да, когда мы выстраивали с вами ассоциацию, пока вы пишете это слово, пока вы пишете это слово, я еще скажу вам, что мы и ОМЕГУ вспомнили, ОМЕГУ это еще один вариант написать звук О, есть классическая буква О, она в греческом языке называется ОМИКРОН, к которой мы привыкли, ТРЕХО пишет Диана, БРАВО, ТРЕХО, а кто-то пишет прям по-гречески ТРЕХО, 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 кто старается писать по-гречески, друзья мои, смотрите, ТРЕХО, это глагол, глагол, а глагол, и когда мы говорим, я что-то делаю, ЭГО ТРЕХО, ТРЕХО, ОМЕГУ на конце надо писать ОМЕГУ, в следующий раз, когда будете писать глагол, на клавиатуре посмотрите, не просто, чтобы было О, а О именно вот это, которое у вас сейчас на экранах, ОМЕГА пишется в глаголах, да, да-да-да, ТРЕХО, молодцы, ну многие помните, БРАВО, БРАВО, молодцы, здорово! Что мы еще делали? А еще мы с вами познакомились с таким словом, как ГОЛОС, ГОЛОС, ФОНИ, убедились, что этот ГОЛОС нам знаком, да, он как составная часть во многих русских словах, таких как фонетика, магнитофон, ксилофон, диктофон, симфония, а это на самом деле ГОЛОС, ФОНИ, ФОНИ. Для чего мы с этим словом познакомились? А чтобы понять, что ФОНАЗО, ФОНАЗО, по-гречески это звать или кричать. Вот скажите, вот есть же логика, вот греческий язык очень логичный, очень стройный язык, но чтобы кого-то позвать, а уж тем более, чтобы прокричать, конечно же, нам нужен ГОЛОС, поэтому ФОНИ голос, ФОНАЗО, это звать, кричать, да. Что мы еще с вами делали? ТРЕХО, ТРЕХО, то, что вы сейчас вот пишете, ТРЕХО, 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 этот глагол, да, на котором, на котором мы с вами потренировали прием ассоциации. Как можно ассоциации использовать для того, чтобы запомнить глагол ТРЕХО, и не только его, любое другое слово, да, самое главное, найти подходящую ассоциацию. КАЛИМЕРА СЕОЛУС, ГЛИКИРИЯ пишет, КАЛИМЕЙРА, КАЛИМЕЙРА, да, ГОЛОСИТЬ, кто-то пишет, БРАВО, ГОЛОСИТЬ есть в русском языке такой глагол, звать, кричать, ГОЛОСИТЬ от слова ГОЛОС, БРАВО, да, здорово, вот, еще есть, у нас глагол мы такой с вами тоже посмотрели, есть глагол КАНО, ДЕЛАЮ, ЭГО КАНО, Я ДЕЛАЮ, ЭСИ КАНИС, ТЫ ДЕЛАЕШЬ, да, и как раз таки вот это вот КАНИС, КАНИС, у нас фигурирует в вопросе ТИ КАНИС, ТИ КАНИС, да, что ты делаешь, а греки используют это выражение, чтобы сказать, как твои дела, ТИ КАНИС, ЭСИ КАНИС, ЭГО КАНУ, это глагол ДЕЛАТЬ, КАНУ, что мы еще, да, сделали с вами в прошлом уроке, а мы еще на прошлом уроке с вами узнали о том, что частичка не отрицательна, она в греческом языке живет в двух вариациях, в двух, одна вариация, это для того, чтобы констатировать факт, например, Я не Мария, Я НИНА, ЭГО ВЕН ИМЕ ИМАРИЯ, ЭГО ИМЕ ИМИНА, да, тогда мы, когда мы факт констатируем, мы говорим ВЕН, и обратите внимание, я перед своим именем поставила И, ИМИНА, потому что я девочка, а перед именами мы всегда ставим определенный артикль, а И это определенный артикль женского рода, поэтому ИМИНА, ВЕН ИМЕ ИМАРИЯ, ИМЕ ИМИНА, да, это у нас для констатации фактов, а МИН, это когда мы хотим попросить кого-то, ну не делай, или приказать кому-то, не кричи, да, сказать. МИН, это вот у нас такое вот указательное такое слово. А еще мы на прошлом эфире узнали, что когда мы хотим сказать хорошо, можно, конечно, сказать КАЛА, можно сказать ОЛА КАЛА, а можно сказать МИЯ ХАРА, МИЯ ХАРА. ХАРА это радость, дословно, если прям слово в слово переводить, то получится одна радость. А если вот прям вот литературно, то получается это хорошо, хорошо. Зэн Мин, да, Светлана пишет, да, 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 вот об этом мы тоже говорили. Что же мы будем с вами делать сегодня? Сегодня что мы будем с вами делать? Давайте я пока что карточки отключаю, да, чтобы вот так мы с вами в глазу-наглых общались. Сегодня мы с вами продолжим разбирать песню, да, КАЛИМЕЙРА ТИКАНИС ЯНИС АПАРЬЮСА. Еще два четверостишья разберем. Посмотрим, как так получается, что практически в одном и том же слове, где присутствует звук И, если написать один вариант звука И, например, ИТУ, то это одно слово, А если ЙОТУ написать, то уже ИТУ, то это совершенно другое слово. Мы на примере посмотрим, как это так получается, что от разных букв И меняется значение всего слова. Потом мы с вами посмотрим, какое понятие вкладывают греки в слово ЖИЗНЬ. Да, мы это тоже с вами посмотрим, очень интересно. Дальше мы с вами узнаем, как сказать двумя вариантами. Второй вариант, узнаем, как спрашивать, как дела. Мы знаем ТИКАНИС, а еще узнаем второй вариант. А еще для каждого из этих вариантов мы научимся говорить на ВЫ. На ВЫ. Когда я с вами встречаюсь, мне вот прям хочется сказать, как у вас дела. И по-гречески, чтобы вы это четко понимали и тоже могли использовать свои речи, мы тоже скажем, как у вас дела, двумя вариантами, двумя фразами. Потом немножко поговорим об ударении. Мы как-то уже упоминали, что когда мы пишем по-гречески, когда мы пишем по-гречески, тогда обязательно ставим ударение. Единственное, что если все слово полностью, все полностью написано, слово за главными буквами, ударение можно не ставить. Это видно в лозунгах, видно в заголовках печатных изданий, видно это на табличках, которые вот улицы, название улиц пишется. А если строчными буквами слово написано, бывает такое, что ударение можно не ставить, или даже не ставится ударение? Посмотрим и узнаем, что да, бывает. Да, это тоже узнаем. А в каких случаях не ставится ударение? И если ударение не ставится, почему оно не ставится? А еще посмотрим на примере одного слова, на примере одного слова, посмотрим, что бывает так, что поставишь ударение, одно значение. Уберешь ударение, совершенно другое значение. Вот такое интересное слово мы тоже разберем с вами. Да, и еще мы с вами познакомимся с такими буквами, как сигма, с, ни, буква ни, не передает, и буква сочетания альфа йота, тоже познакомимся с этим. И мы с вами знаем, как сказать, я есть, эго, име, ты есть, эси, и эсэ, а как сказать он, она, оно, вот эти личные местоимения, как они будут звучать, вместе с глаголами-связками, все это мы узнаем. Итак, я предлагаю вам уже начать, кратко я вам рассказала, что мы будем делать, и теперь, теперь давайте вернемся к нашим карточкам, давайте вернемся к песенке. Вы так, как я слушаю, либо я проглядела, либо, либо вы правда не написали. Пели ли вы песню, понравилась ли вам песня? Нина, подскажите, Лаос это народ, и Демос тоже народ, в каких случаях что говорить? А, какой вопрос интересный, правда, да, есть такой вопрос. ВИМОС по-гречески это народ, ЛАОС это тоже народ, ВИМОС и ЛАОС, ВИМОС, ЛАОС. ЛАОС это имеется в виду вообще народ, народ страны, ВИМОС, ВИМОС же, это больше с древнегреческого идет слово, тоже имеется в виду народ, и от этого слова ВИМОС идет слово ДЕМОКРАТИЯ, ДЕМОС это вошло, да, в русский язык, ВИМОКРАТИЯ, ВИМОКРАТИЯ, власть народа, ВИМОС, это не все-все-все-все люди, на самом деле, не весь-весь-весь народ, а это именно граждане Афин, были граждане города, которые принимали участие в политической жизни страны, то есть там были и ремесленники, там были и рабы, да, были три сословия в Древней Греции, в Афинах. ВИМОС это же народ, который активно принимал участие в жизни города, ЛАОС это в общем народ. Также, скорее всего, есть разница в происхождении слова, я не знаю, ЛАОС идет ли это слово из древнегреческого языка, ВИМОС точно слово из древнегреческого языка. Учим песню ОЛАКОЛА, кто-то хочет, давайте на следующий урок будем учить песню ОЛАКОЛА, окей. А песню, 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 мы возвращаемся все-таки к песне Яни Сапарьоса, да? Я вам буду читать, а вы тоже хотите, читайте, хотите, даже пойте, окей? Пойте, я сегодня не такая смелая, чтобы петь в прямом эфире. Давайте почитаем. КАЛИМЕРА ПИКАМИС Доброе утро, как твои дела? НАСЕ ПАНДА КАЛА ПАНДА это всегда, ПАНДА это всегда, КАЛА вы знаете хорошо. НАСЕ, что такое НАСЕ? НАСЕ это НАИСЕ. НА заканчивается на гласный, ИСЕ начинается на гласный. И один из гласных, как правило, на стыке слов, он уходит в греческом языке. И в данном случае ушел гласный из слова ИСЕ, глагол-связка ИСЕ. Получилось НАСЕ. Ну и для ритма песни это тоже больше подходит. НАСЕ ПАНДА КАЛА КИО ТАНИСЕ. КОНДАМУ КИО ТАНИСЕ МАКРИА КОНДАМУ это рядышком со мной. Вот здесь вот прям рядышком со мной. МАКРИА это далеко, далеко. ОТАН ОТАН это такое словечко КОГДА переводится. Но это не вопросительное слово КОГДА, а именно слово в утвердительных предложениях. Вот в таких случаях, когда мы хотим сказать КОГДА ты рядом со мной или КОГДА ты далеко. КОГДА я пойду в магазин, я там что-то куплю. Когда начнётся телепередача, что-то произойдёт. В утвердительных предложениях это слово ОТАН, ОТАН. Вопросительное слово, когда другое, мы потом его узнаем. И соответственно КИО ТАНИСЕ КОНДАМУ И когда ты рядышком со мной, КИО ТАНИСЕ МАКРИА когда ты далеко от меня. Вот дальше, пойдёмте дальше, дайте вспоминать. НАНЕ КАФЕ СУМЕРА МЯКЕ НУРЬЯ ОРХИ НАНЕ, опять-таки, НА ИНЕ, НА ИНЕ полностью вариант. КАФЕ СУМЕРА ПУСТЬ БУДЕТ КАЖДЫЙ ТВОЙ ДЕНЬ МЯКЕ НУРЬЯ ОРХИ НОВОЕ НАЧАЛО, ОДНО НОВОЕ НАЧАЛО ПУСТЬ БУДЕТ КАЖДЫЙ ТВОЙ ДЕНЬ. КАЛИМЕРА ТИКАНИС САГА ПАО ПОЛИ ДОБРЫЙ ДЕНЬ, КАТ ТВОИ ДЕЛА? НА САГА ПАО ПОЛИ, МНЕ КАЖДСЯ, ВСЕ ЗНАЮТ, САГА ПАО ПОЛИ, Я ТЕБЯ ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ-ЛЮБЛЮ, ПОЛИ ЭТО ОЧЕНЬ, САГА ПАО ЛЮБЛЮ. ПОЙДЁМТЕ ДАЛЬШЕ, А ВОТ ДАЛЬШЕ У НАС, ДАЛЬШЕ У НАС ИДЁТ НОВОЕ ЧЕТВЕРОСТИШЬЯ, НОВОЕ, НОВОЕ, КАЛИМЕЙРА ТИКАНИС, ЭТО МЫ УЖЕ ЗНАЕМ, МОЖНО НЕ ПЕРЕВОДИТЬ, ВЫ МНЕ ПУДЕТЕ ПЕРЕВОДИТЬ, ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ДОБРЫЙ ДЕНЬ, А КАК ТВЕ ДЕЛА? НАС И ПАНДА КАЛА, ПУСТЬ У ТЕБЯ ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО, ПУСТЬ ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО У ТЕБЯ. ТО КУРАЙО МИНХАМИС, ВОДАВАТЕ ВОТ ЭТО ПОПОДРОБНЕ, ТО КУРАЙО МИНХАМИС, СМОТРИТЕ, Я ВАМ СЩАС ПОКОЖУ КОЕ-ЧТО, КУРАЙО. КУРАЙО ПРИШЛО К НАМ С СОСЕДНЕЙ ИТАЛИИ, С ЛАТИНСКОГО ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКА, КУРАЙО, КУРАЙО, ПОМОНУ, ТАК ПРОИЗНОСИТСЯ, Я НЕ СПЕЦАЛИСТ В ИТАЛЬЯНСКОМ, НО ГДЕ-ТО ТАК, И МУЖЕСТВА ЭТО ВОТ КУРАЙО, ИТАЛЬЯНСКАЕ СЛОВО. А ЕСЛИ ХОТИТЕ, НУЖЕСТВА ЭТО ИСКОННО ГРЕЧЕСКОВО, ВЗПОМИНАЙТЕ АНДРЕЯ. КТО-ТО У НАС ЕСТВАНДРЕЙ, А МОЖТ-ТО У НАС ЕСТЬ АНДРЕИВНЫ, МОЖТ-ТО У КОГО-ТО ПАПА АНДРЕЙ, У КОГО-ТО СЫН АНДРЕЙ. АНДРЕЙ – ДРЕВНЕ ГРЕЧЕСКОГО СЛОВА АНДРЕЯ – мужество Андрея, мужество, храбрость, именно Андрей, вот они прям храбрые, мужественные, это чисто греческое, а курайо, курайо, это мужество, итальянское слово, теперь, да, courage, да, courage, это в английском языке, да, courage, точно, курайо, здорово, да, окей, а есть еще и во французском языке, правда, в русский язык вошло это слово с немножко другим значением, кураж, кураж это то же самое, курайо, вот что у нас дальше, давайте посмотрим, то курайо мин хамис, мин хамис, помните мин, мин, это когда вот мы говорили любимое слово родителей, когда родители детям все время боятся за детей, не ходи туда, не прыгай там, мин, 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 они говорят, мин, это когда мы хотим сказать не делай что-то давайте посмотрим на это на этот глагол к но мы говорили что-то делаю а если капу буква капу заменить на букву ханна ханна это теряю эго ханна я теряю эсси ханис ты теряешь а если мы скажем михами не теряй михами не теряй и вот я не спать когда он говорит с утра доброе утро как твои дела он же говорит нам не теряй мужество своего не теряет о кура ю мин ханис он поет мужество не теряй и говорит только по ли-то кефали псилла таким полипсилла кефалий то голова голова кефалли псила высоко псину а вот на этом-то слове как раз на этом-то слове силам и с вами посмотрим как если убрать буковку и ту из этого слова во что превратится слово смотрите сюда сила буковка это нам показывает что это что-то высоко находится есть слова псилос высокий когда мы хотим про кого-то сказать он высокий мы горим автос или нет силос он высокий если мы хотим написать это слово мы обязательно пишем с итой это и это это именно означает что-то высоко что-то находится высокий но если мы поставим йоту то это будет означать мелкий тонкий силос мелкий тонкий знаете когда когда говорят вот договорах так как подписываем и да кто-то подписывает составляет договора и говорят всегда что нужно читать что написано мелким шрифтом внизу вот это вот самое важное у греков это псилограмма по тонкие буквы мелкие буквы псилограмма то и когда эти псилограмма то мы пишем как раз таки с йоты слова и йотай и милой чмелочки монетки которые вот мелочь это тоже псила там лиди там горстка такая он фотографии мелочь кто-то держит это вот тоже писала с буковка йотта я всегда oneself раз запомнить я следа стараюсь запомнить какую-то ассоциацию тоже себе сделать, почему Йота, почему Итта. Йота настолько тоненькая, такая тоненькая, что псила, естественно, она будет обозначать что-то тонкое и мелкое, что-то не такое уж существенное. Когда у нас мелочь, это не так существенно, как когда у нас там какая-то прям стопка купюр, правда же? Поэтому псила с Йотой именно мелкая. А если взять ещё Иту, буковку, и вытянуть её, вот этот вот хвостик её присоединить, вот и вытянуть как ниточку, сделать из неё ниточку, то она явно же будет выше, чем буковка Йота. Явно будет выше, поэтому псилас и Т означает высокий, высоко. Видите, как интересно? Разные буквы в одном и том же слове получаются разные слова. Поэтому, когда мы говорим вслух, мы по контексту, по ситуации понимаем, мелко ли это или высоко ли это. Ситуация нам даёт знать. А когда мы пишем или читаем, нам вот эти буковки даёт знать. Йота – это мелкая, тонкая, а Ита – это что-то высокое. Давайте возвращаемся к нашей песенке. Что там у нас дальше было, что там дальше в песне? То кефали псила, голову высоко, говорит Янис Парис. Держите голову высоко. Да? То кефали псила. Вот, без транскрипции, тут то же самое. А вот здесь у нас ещё одно четверостишня. Мы знаем, что такое хара – это радость, да? Доброе утро, радость моя. Последние две строчки вы знаете лучше, чем я. Я вам тут предлагаю уделить время такому слову, как Зои, Зои – жизнь. Зои, 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 Зои. Зои – жизнь. Есть такое прекрасное имя в русском языке – Зоя, Зоя. Все Зои, которые здесь есть, да? Все представьте себе, что вы хотите представиться по-гречески. Как вы скажете? Вы скажете – Мелэне Зои, меня зовут Зои. Мелэне Зои, меня зовут Зои. А если вы хотите сказать… Полиночка, спасибо тебе большое. Такой хороший комментарий, душевный. Спасибо, Полина. Если вы хотите сказать «Я Зоя», вы говорите по-гречески Эго, Име, И, Зои. И, Зои – это артикль для женских имён существительных. Име – это глагол связка про меня, да? Эго, Име, И, Зои. Вы скажете – точно знаю, что у кого-то промелькнула, у кого-то точно промелькнула мысль, что постой же, Нина, постой, есть же такое слово, как биос, биос. Мы же со школьной скамьи знаем, что биология – это наука жизни. А что же со словом биос, да? И биография, в общем-то, это описание жизни. И вы будете правы, действительно, в греческом языке есть такое слово, правда, греки произносят его с буковкой «в» – «виос». «Виос» они говорят. Зоя уже говорит, да, да. Да, очень приятно, да, Зоя, молодец тебя. Я пытаюсь отвечать сразу на комментарии, да. Виос – это тоже жизнь. И правда, виос пришло в русский язык, с греческого языка. И правда, есть два слова, чтобы сказать «жизнь». Одно дело – это виос. Виос – это с одной стороны. С другой стороны – зои. И очень интересно, что хоть на русский язык мы переводим это одним словом «жизнь», на самом деле это очень разные понятия. Зои включает в себя именно жизнь души, а виос включает в себя понятие жизнь души в теле. Очень интересно. И если посмотреть на повседневную жизнь, да, как греки употребляют эти слова, то можно заметить, что очень часто греки говорят слово «зои». Зои, когда в момент, когда грек наслаждается жизнью и радуется, он говорит «Изои неореа». Он говорит «Жизнь прекрасна». А когда у него испытания, да еще и очень тяжелые, он говорит «Жизнь сложна и трудна». Он говорит «Изои и невисколи». Конечно же, у греков тоже есть имя женское «зоя». Зои. И любят греки употреблять это слово. И поскольку это имеет отношение именно к душе, это слово, это понятие, оно используется по отношению к человеку и к животным, но не к растениям. Что же касается виос. Употребляют ли греки это слово? Да, употребляют. Спасибо. Такие теплые комментарии. Спасибо большое. Употребляют это слово «виос», но очень редко. Мне вот сейчас приходят на ум буквально два словосочетания. Есть такое словосочетание «Энгамос виос», «Энгамос виос» — супружеская жизнь, жизнь супругов. И когда молодожены в день свадьбы, вот у них происходит свадьба, и все желают им всего самого наилучшего, многие желают, чтобы была устелена их жизнь, усыпана цветами. И тогда вот именно это слово «виос» используется. «Анфос парто». «Вио, анфос парто» говорят. Анфос — это цветок. Жизнь, что была усыпана цветами. Это мы с вами подошли к разбору слова «Разница между виос и зои» с точки зрения повседневности. А если мы с вами обратимся к философской мысли и спросим у философов, скажите, пожалуйста, в чём разница между «Зои» и «Виос». Посмотрите, я вам подготовила такую карточку. Она очень интересная. Если мы обратимся к философам, многие из нас придут к одному очень интересному открытию. Дело в том, что «зои» подразумевает же душу, как мы сказали. А у души есть две-две характеристики очень важные. Первая характеристика — это бессмертие. А вторая — это свобода. Поэтому, когда мы говорим о жизни в плане душевном, то это «Зои» — это жизнь вечная, вечная, долгая, вечная жизнь. А «Виос» — это явление какое-то такое краткое, недолгосрочное, потому что это жизнь в теле человека. Это ограниченная, очень ограниченная, короткая жизнь. А те, кто пошёл дальше из мыслителей, знаете, что они сказали? Они сказали, что вот это вот большое такое понятие бессмертной свободной души, когда происходит зачатие человека. Вот в этот миг зачатия эта душа, эта душа бессмертная и свободная, она как бы ограничивается рамками одного тела. Ограничивается рамками одного тела. И тело становится, по сути, темницей и тюрьмой для души. Вот такое понятие. И по своей воле, как правило, никто в темницу не садится. И когда кого-то заключают в тюрьму, это происходит не по собственной воле, а с принуждением, с насилием. И поэтому можно проследить слово «вия», связь этого слова, которая означает «принуждение» и «насилие», со словом «виос» — «жизнь». То есть жизнь в теле — это как бы принудили вот эту вот огромную, большую, бессмертную и свободную душу, принудили вот так вот на время в тело поместиться. Поэтому «виос» — это вот жизнь краткая, вот такая вот недолгосрочная, и ещё вот с таким вот понятием небольшого как бы насилия, да, принуждения. А есть ещё такой глагол в греческом языке «виязуме», «виязуме». Там тоже есть «веа». Знаете, что он означает? Такой невинный глагол совершенно. Но там тоже есть принуждение насилия, «виязуме». «Тороплюсь», «я тороплюсь». Когда я говорю «я тороплюсь», по-гречески это «виязуме». А вот по сути, если посудить, когда мы торопимся, что мы делаем? Когда мы торопимся, мы принуждены, нет, не так, мы вынуждены, мы вынуждены, да. Какие-то вот есть обстоятельства, которые вот насильственным образом заставляют нас думать быстрее, двигаться быстрее, заставляют нас торопиться. Вот такие интересные открытия бывают, когда начинаешь готовиться к эфиру. Зои Виос, куда нас это вывело? На какие философские размышления? Вот. Пойдемте дальше, пойдемте. Что-то мы с вами увлеклись, увлеклись. Давайте посмотрим про буковки. Про буковки. Буковки, смотрите. Перейдем к буковкам. Буковка «ни». «Ни». Мы ее видели уже много раз. Заглавное «ни» пишется как английское «н». Ну, латинское, так скажем. А маленькая буковка «ни» — это такая галочка, очень похожая на буковку «в». «Ви» в английском языке, в немецком языке, в немецком «фау», по-моему. Это в английском «ви». Когда вы будете читать греческие слова, если у вас будет вот прям вот тяга прочитать это как «в», это нормально. Вы совершенно не переживайте по этому поводу. Это пройдет. Пройдет с привычкой. Чем больше вы будете читать, тем больше вы будете понимать, что это не «в», а «н». Ну, давайте почитаем имена. «Ники». «Ники» — это «победа». «Победа». «Ники». «Николаос». «Николаос». «Николай». Мы разбирали с вами на одном из эфиров, что «лаос» — это «народ». «Ники» — «победа». «Николаос» — это «народ». «Победитель». Вот такое интересное имя. «Анна». «Анна». Смотрите, две буковки «ни» вместе в этом слове. Две такие галочки. «Анна». Вот именно так пишется по-гречески имя «Анна». И моё имя «нина». Она такая прям яркая. Почему для этой буквы яркая? Почему? Потому что тут есть и заглавная буква «ни», и в середине слова «ни». Поэтому на этом имени можно прям тренироваться, даже прям писать «нина». Буквка «ни». Поехали дальше. Дальше у нас есть буковка «сигма». «Сократис». «Сократис» — имя «Сократ». «Великий философ». «Сократ». У буквы «сигмы» есть два варианта написания строчной буквы. Буковка такая, которая похожа на «о», но вот с таким вот таким прям хвостиком горизонтальным. Эта буковка строчная, она пишется в середине слова. Или в начале слова, если слово пишется с маленькой буквы. А если нам нужно закончить слово буквой «сигма», тогда мы пишем её похоже, как английская буква «с». Видите, слово «сократис» написано «с» именно вот с такой сигмой. Именно вот как английская «сигма». «Эси-исе». «Эси-исе». Там буковка «сигма» в серединке, поэтому вот она вот выглядит как «о». Микрон как «о» и вот с таким горизонтальным хвостиком. Дальше. Пойдёмте дальше. Буква сочетания «э». «Э-э-э-э». «Альфа-йота». «Альфа-йота». «Альфа-йота-э». Как даёт нам? «Пэ-ви». «Пэ-ви» — это ребёнок. «Пэ-ви». «Пэ-ви». Если нам нужно поставить ударение на это «э», как, например, в глаголе «пэ-зо». 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 Тогда ударение ставится на второй буковке. Именно на йотте. «Пэ-зо». points. Давайте ещё посмотрим одну карточку с таким примером. «Окей». Это Эгей, царь Эгей, помните, у него был сын Тезей, он тоже был второй по величине, вот такой вот богатырь древнегреческий после Геракла, это был Тезей. Эгейское море названо именно по имени этого царя Эгей, и по-гречески Эгейское море это Эйео, посмотрите, тут целых два буквосочетания альфа-йота. Это Эйео, Эйео, привет Сократу и Милене, пишет Дита, да, у нас в компании есть свой собственный Сократ-мыслитель, Сократис, да, вот, реально все выучить, кто пишет нереально выучить, ну что вы, что в Москване сразу строилось, конечно, за короткий очень срок, может быть и нереально, а если делать это потихоньку с наслаждением, все реально, дальше, 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 ой, девчонки, вы уже начинаете шутить. Так, вот это у нас альфа-йота, это Э, да, кстати, вот у нас тут, где у нас было Эси-Исэ, Эси-Исэ, Эго-Имэ, Эси-Исэ, Исэ, Смотрите, Исэ заканчивается на альфа-йотто, альфа-йота, Исэ, Исэ, окей? Смотрите, есть у нас такие слова, как я, ты, он, она, оно, я, Эго, ты, Эси, мы это знаем, он, автош, 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 это он, кстати, вы повторяете или нет, вы успеваете повторять, повторяете, вот сейчас мы изучаем местоимение, кто знает, понятно, а кто не знает, повторяйте, я, Эго, Эго, Ты, Эси, Эси, Он, Он, Автош, Автош, Он, Она, Авты, Авты, это она, оно, что-то среднего рода, какой-то предмет среднего рода, оно, авто, авто, я выделала окончание в словах он, она, оно красненьким цветом, специально выделила, чтобы вы запомнили, потому что это очень-очень важно, ос, это очень часто слова заканчиваются мужского рода на это окончание, и та, и очень часто заканчиваются слова женского рода на это, ну вот именно на эту буковку, и о микрон в слове авто, оно, Это характерное окончание для слов среднего рода. Запоминайте сразу на этих местоимениях. Автос он, а ты она, авто оно. Пойдемте дальше. Когда мы хотим сказать про певца, да, и сказать это Янис Парьюс. И представите его. Мы можем представиться сами, сказать эго, имя, энина. Вы можете представиться сами про себя, да, как сказать. Если вы мужчина, вы перед своим именем поставите О, как вот здесь вот я поставила О, перед именем Яниса Парьюс, потому что О это определенный артикль мужского рода. Автос ийне, О, Янис Парьюс. Почему ийне? А потому что есть такой глагол-связка, смотрите, ийне. Глагол-связка ийне, быть, да, он есть. Слава богу, он, это один глагол-связка вот для вот этих трех словечек. То есть не каждое слово имеет свое собственное там, какую-то свою глагольную связку, а одно для всех трех слов. Можно провести, можно провести ассоциацию, да, с английским. He is, she is, it is. Там тоже одно из на все he, she, it. Окей? И здесь тоже автос, 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 и не. Так, дальше, дальше, дальше. Если мы хотим сказать про известную певицу Элина Папаризу, помните, она Греции принесла первое место на Евровидении? Да. Автос, это она, поэтому мы говорим, она это Элина Папаризу. Автос, и не, и Элина Папаризу. Ине, это глагол-связка, который соединяет местоимение автос с ее именем. Автос, и не, и Элина Папаризу. И Элина Папаризу, потому что она девочка, да. Что же у нас бывает среднего рода, давайте посмотрим. Как ни странно, в греческом языке ребенок среднего рода. Авто, и не, Элина Папаризу. Элина, это один, один. Это один ребенок. Неопределенный артикль, это Элина, да, немножко забегу вперед, мы с вами будем это разбирать. Авто, и не, Элина Папаризу. Да, неопределенный артикль. Это один ребенок, ребенок среднего рода. Вот. А еще есть яйцо, такое слово, которое у нас среднего рода и в греческом, и в русском языке род совпадает. Потому что очень часто не совпадают у нас рода. У нас, может быть, это мужского рода, а в греческом женского рода, и наоборот. А слово яйцо совпадает. Авто, и не, Элина Папаризу. Это яйцо. Оно есть яйцо. Авто, и не, Элина Папаризу. Авго, Авго, Авто, и не, Элина Папаризу. Так быстро время идет. Очень быстро, уже почти 40 минут прошло, а я только подобралась к тому, чтобы вам рассказать, что есть второй способ, да, как спрашивать, как дела, как дела, чтобы спросить. Есть тикамис, тикамис, мы это знаем из песни, а чтобы спросить, а вы что делаете? Эсис тиканете? Смотрите, окончание меняется. И оно очень похоже с русским окончанием. Если вы говорите, что вы делаете, красненьким я вы делаете, что вы делаете, так и греки, в общем-то, то же самое говорят, только произношение у них греческое. Тиканете, тиканете, как у вас дела? Следующий эфир я у вас начну с вопроса, тиканете, тиканете, как у вас дела? Потому что вас много, а я одна. Вы у меня будете спрашивать, тиканис, как твои дела? А я буду говорить вам, тиканете, тиканете. Смотрите, а есть еще такой-такой-такой вопрос. Посы-исе, 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 как ты, как ты, как ты. Пос это как, исе, это ты есть. Эси я написала сверху голубеньким, эси я написала сверху голубеньким, почему? Потому что исе относится к эси, ты есть. И вот это эси греки очень часто не говорят, но глагол-связку скажут обязательно. Посы-исе, эси, как ты, посы-исе, как ты. Посы-ис-те, как вы, как вы, если же обращаться на вы с уважением кому-то. Или к нескольким людям сразу мы говорим, как вы, посы-ис-те, и-с-те, глагол-связка и-с-те. Для местоимения эсис, эсис это вы, как вы, посы-ис-те. Вот, в основном, в общем-то, это все, что я хотела вам сказать. Есть один еще нюанс. Помните, я говорила, мы поговорим с вами про ударение, про ударение. И посмотрим, где ударение можно ставить, где не ставить. Вот я вот думаю, либо этим мы займемся, либо я кого-то приглашу в эфир. Кто самый смелый, кто хочет проиграть со мной диалог. Мы с вами поздоровимся по-гречески. Мы с вами представимся по-гречески. Каждый из нас представится по-гречески. И мы еще поинтересуемся друг у друга, как дела, и ответим, как по-гречески. Кто? Хочет ли кто-то? Кто хочет поучаствовать? Если кто-то хочет поучаствовать, давайте поучаствуем. А про ударение поговорим тогда в следующий раз. Потому что у нас уже скоро закончится эфир. Уже технически мы даже не сможем с вами больше, чем в один час пробыть вместе. Поэтому самые смелые, самые смелые, напишите мне в комментариях, я хочу. Я быстренько ваш ник запомню. И вызову вас в эфир. Кто хочет? Давайте про ударение. Про ударение я вам обязательно расскажу. Если кто-то хочет потренироваться, выйти в эфир и потренироваться именно. Говорить по-гречески. Даже вот эти вот пусть простые слова. Я, Наталья, Наталья Стадницкая. Сейчас я вас, Наталья, вызову. Здорово. Сейчас. Секундочку терпения. О, все уже. Я, 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 я. Секундочку, давайте еще. Смотрите. Технически я это делаю первый раз. Очень надеюсь, что у меня все выйдет. Да? Все получится. Вот тут надо два смайлика. Я нужна нажать на два смайлика. Аккуратненько. Нажимаю на два смайлика. Ничего не происходит. Что такое? Почему? Может, я должна отключить карточки? Да, карточки отключу. А потом нажму на два смайлика. Я хочу, я хочу, я хочу. Я смелая Донара пишет. Слушайте, вы, вас так много. Какие вы молодцы? Почему ничего не происходит, когда я нажимаю на два смайлика? Шесть, шесть я вижу там цифру. Так. О, происходит. Происходит, происходит, происходит. Так. Первый я увидела девушку. Девушку я увидела первую. Наталия. Давайте так, чтобы... Вот, Наталья, Наталья Стадницкая, если что-то не так, извините. Давайте я вас, Наталья, вызываю. Я вызываю... Опа. Добавить. Наталья, я добавляю вас. Ждем Наталью. Ожидаем Наталью. Посмотрим мы с Натальей сейчас. Поговорим. Окей? Наталья. Вы меня слышите? Эфхаристо? Ой, а я вас не слышу. Интересно, в синююх или нет? Не слышите? Эфхаристо? Я слышу. Калимейра. А вас Калимейра. Калимейра. А, Калимейра. Не слышно? Не слышно? Нет? А не слышно. Нет, а не слышно. Так жалко. Не слышно. Не слышно. Вот Калимейра. А вы слышите? Только я не слышу. Да, я слышу хорошо. Знаете почему? У меня нет мужа Николаевича. А, остальные не слышите? А, все. Всем Калимейра. Может быть. Может быть. Может быть. Это повлияет на качество звука от меня к вам. То есть у меня хороший микрофон. Поэтому вы меня хорошо слышите. И я сейчас если уберу свой микрофон. Вот. Вот. А, вы слышите? Вы слышите? Здравствуйте, Калимейра. 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 Вы такая чудесная. Спасибо вам. Прям вообще чудесно с вами. Я, к сожалению, не помню. Там много не слышала и не помню. Но я очень хочу что-нибудь проговорить с вами. Вы сказали так, как вас зовут Наталья, вы скажете. Мелене. Мелене. Наталья. Наталья. Мелене Наталья. Браво. А теперь скажите, я и Наталья. Эго. Име. 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 И Наталья. Наталья? И Наталья. И Наталья. Эго имя. И Наталья. Браво. А как вы спросите? Как вы спросите? Только что это было. Какой-то, блин, вылетел. Тиканис. 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 Эго хорошего вопроса. Тиканис. Тиканис. А теперь скажите, хорошо. Как скажите? Не помню. Олакала. Олакала. Я видела, видела, ребята писали. Олакала. Олакала. Браво. Белла. 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 Я очень рада. Великие прошли, они тоже говорят. Ясу. 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 Я скучаю по Греции. Ясу. Приезжайте, как только, так сразу, да. А Эф-Хариста спасибо. Эф-Хариста. 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 Спасибо. Да, спасибо. Да. Эф-Хариста. Вам спасибо большое. Эф-Хариста. Вам тоже спасибо. Вам тоже спасибо. 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 Ой, кто-нибудь ещё хочет? Кто-нибудь ещё хочет? У нас есть ещё возможность, ещё кого-то. Давайте ещё кто-то один. Кто-то один. Сейчас посмотрим, 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 кто у нас ещё один. Кто-то один. И мы закончим потом эфир. Что же происходит? Я когда пытаюсь кого-то подсоединить, я пытаюсь кого-то подсоединить. Интересно, слышно меня сейчас без микрофона? Запрос «Алёнка». Давайте Алёнку попробуем. Алёнка. Я вас попробую подсоединить. Да, я уже. Кто-то что-то мне пишет. Кто мне пишет что-то, кто-то пишет. Слышно, слышно. Пишут, что слышно. Меня слышно. Меня слышно. Да. Хорошо. А я не могу пока подсоединить в данный момент. Либо интернет, либо ещё что-то не подсоединяется. Не подсоединяется. Знаете что? Это традиции наши. Я буду оставлять чуть-чуть побольше времени. Чуть-чуть побольше времени я буду оставлять на такие наши общения. А сейчас уже потихоньку заканчивать будем эфир. Потому что я переживаю, что мы сейчас можем увлечься диалогами. И эфир может резко прерваться, когда уже ровно 60 минут пройдёт. Технически Инстаграм прерывает эфир. И не смогу я его тогда в таком случае сохранить. Лучше мы с вами сейчас сохраним эфир. А на следующий раз мы с вами чуть-чуть пораньше будем такие эксперименты проводить. Общение друг с другом. Окей? Основные фразы повторите. Основные фразы. А давайте, у меня вот здесь вот есть карточка с фразами, которые, 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 которые. А где же она, где же она? Как дела? Как дела? Если мы интересуемся, как дела, вот они собраны в одной карточке. ПОСИСЕ, как ты? Это на ты. И этот же вопрос на ты. ТИКАМИС, как твои дела? Окей? А на вы, когда вы говорите, как вы? Как вы? ПОСИСТЕ, ПОСИСТЕ. Как вы? А как ваши дела? Другой фразой. ТИКАМИТЕ. ТИКАМИТЕ. Вот это вот основные фразы. Они вам здесь вот еще и на карточке. И я вам их проговорила. Вот. Ну, я вас очень всех благодарю. Вы такие все молодцы. Вы такие все активные. Вы прям, прям золото. Мне очень-очень радостно с вами общаться. Здесь, в музе Нидис Тревел. На этом аккаунте очень интересно у нас происходит с вами общение. Здорово. Ну, давайте прощаться. ЯСАС. ЯСАС, это, кстати, фраза прощения тоже. Когда греки прощаются, они тоже желают здоровья. Здоровья вам. ЯСАС, ИВХАРИСТО ПАРА ПАРА ПОЛИ, ИВХАРИСТО ПАРА ПОЛИ, ПАРА ПОЛИ, ИВХАРИСТО ОЧЕНЬ. ПАРА ПОЛИ, когда греки говорят, это ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ СПАСИБО. ОЧЕНЬ я вам благодарна. Всё. Давайте-ка я. Пока. ЯСАС. ЯСАС. Завершаю эфир. ЯСАС. ИВХАРИСТО, ИВХАРИСТО, завершаю. Завершаю, 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 завершаю. ЯСАС.